МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Естественно, каждый долг, который ты брал, особенно финансовый, ты должен поставить на место. Но это когда происходит по закону. Когда закон нарушается, и когда возникает попытка нагнуть тебя... Как с ним связаться? Как с ним связаться? То в этом случае ты должен в ответ... Созаться никак, он не горит. Нет. Не нагнуть их в ответ, не обмануть, а просто поступить по закону. Дело в том, что он написал моему работодателю о том, чтобы, значит, процент заработной платы удерживался. Вот так мы сделали и с моим кредитом. Вы знаете, в том далеком лохматом году, когда существовал процветающий Казкоммерцбанк... МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Они предлагали карточки кредитные, раздавали их направо и налево. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА То есть возьми карточку, пользуй деньгами, какие-то там месяцы не платишь, проценты абсолютно, ну, для того, чтобы был какой-то финансовый оборот. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И многие из нас купились на этот проект. Многие из нас и сейчас продолжают выплачивать огромные проценты по кредитам. Но насколько правомерны вот эти попытки взимать с граждан деньги, это большой вопрос. И об этом конкретно отдельном случае с Алматы коллекшн групп мы расскажем в этом видео. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Алматы коллекшн групп, она основывается в 2016 году и она учреждает, еще одну компанию создает и называет ее СФК, Алматы коллекшн групп. Это она является учредителем, учредителем еще одной твое. Это справки. Здесь вот получается First Collection, здесь вот Capital Collection, а здесь Алматы коллекшн групп. Кстати, там кредитный портфель составляет более чем 22 миллиардов тенге. Проще говоря, на 22 миллиарда у них чьих-то задолженности. Да, чьих-то задолженности. А сколько они за эти 22 миллиарда заплатили? И самое интересное, что за эти 22 миллиарда тенге они уплатили всего лишь 4 миллиарда тенге. Ну вот как контора, созданная 2 месяца назад, уже двумесячная контора, да, получает 22 ярда за 4 ярда, вопрос, ребят. Разве такое возможно? Уже вопрос, наверное, к акционерному обществу, Казкоммерсбанка, к их владельцам, к их там, не знаю, совету директоров. Тот, кто является собственником Казкоммерсбанка. Как сумму 100% задолженности можно продать только за 25%, то есть в 4 раза дешевле. В любом случае, кто-то же обогатился на эти 22 миллиарда. Либо это Туалматы Коллекшн Групп, либо это те люди, которые получили этот займ в банке. Давайте пройдемся по хронологии событий, да. Организация, которая с вас взыскивает долги, называется Алматы Коллекшн Групп. Будем называть ее так. Она не является коллекторским агентством, потому что в реестре коллекторских агентств, официально опубликованных на государственном портале, отсутствует. Просто созвучное название. Данная организация регистрируется в органах юстиции в 2016 году. Буквально через каких-то два месяца выдает Алматы Коллекшн Групп 22 миллиарда. За 4 миллиарда. Затем Алматы Коллекшн Групп регистрирует свою дочку. В те же сроки, как и они сами зарегистрировались, СФК регистрирует Алматы Коллекшн Групп. Потом сразу название было переименовано в СФК Капитал Групп. Потом, получается, у них переуступают свой кредитный портфель в Капитал Групп. Теперь 22 ярда находятся здесь, а в Алматы Коллекшн Групп находится 0. Еще через два месяца, а это уже у нас 24 ноября 2017 года, они расторгают теперь договор сессии и расторгают соглашение на сбор платежей. Еще через 4 дня вообще выводят у Алматы Коллекшн Групп из состава. Периодически со мной связывается одним из ваших и наших подписчиц, Подкопаева Наталья, привет. Состоялось решение, судебное решение, где ее жалоба была удовлетворена. Так как здесь не было связующего звена между Алматы Коллекшн Групп и ее задолженностью, суд признал такие действия судебным исполнителем незаконными. Значит, связи между Алматы Коллекшн Групп и СВК Капитал никакой не существует. Пульт, вот, выход у Алматы Коллекшн Групп из состава участников товарища путем продажи доли участия в основном капитале в размере 99% за 990 тенге и продажи 1% в пользу за Шокупова Асхата. Ну, как раз же Купов Асхата, он является как бы первым руководителем. Алматы СВК Капитал. Да, СВК Капитал. Вот, все. Вот с этого момента получается вопросов к должникам, коей в большом количестве является граждане Казахстана. С 2017 года между должниками и Алматы Коллекшн Групп тоже никакой связи не имеется. Возможно, в будущем связь возникнет по отношению к СВК Капитал. Мы тогда вернемся к этому вопросу. Ну, а сейчас, на данный момент, все действия Алматы Коллекшн Групп по отношению к гражданам Казахстана, которые брали кредиты в Каз Коммерс Банке, не-ле-ге-ти-ны. Самый главный вопрос. Ясно, что мы говорим «До свидания, Алматы Коллекшн Групп». Возможно, скажем «Здравствуй, СВК Капитал», да? Как можно вообще в целом отойти и не платить этот кредит? Общий срок по таким взысканиям имущественным у нас есть 3 года. Это общий срок исковой давности. Обо всем об этом будут составлены письма в уполномоченные органы. Мы поставим точку в этом вопросе. А пока самостоятельно решили приостановить любые выплаты данной организации. Подписывайтесь на этот канал. Здесь будет масса чего интересного. Меня зовут Таня Эрберген. Увидимся. Таня Эрберген